Вычислите сопротивление резистора R3 в цепи, изображенной на рисунке, если сопротивление резистора R1 равно 6 Ом, сопротивление R2 равно 4 Ом, а показания амперметров E2 равняется 3 А и равняется 9 А. Для начала сделаем рисунок, запишем данную. Сопротивление R1 равняется 6 Ом, сопротивление R2 равно 4 Ом, сила тока E2 равняется 3 А, сила тока цепи равна 9 А. Найти сопротивление R3. R3 неизвестно. Напишем закон Ома для участка цепи. Силу тока E прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению. Эту формулу нужно знать. Рассмотрим напряжение на втором сопротивлении. U2 равняется сила тока на втором сопротивлении умножить на сопротивление R2. Рассмотрим общее напряжение цепи. Общее напряжение цепи будет равняться сила тока цепи умножить на общее сопротивление. Так как все три наших сопротивления подключены параллельно, отсюда следует, что напряжение на втором и общее напряжение цепи одно и то же. Приравняем по левой части. Тогда отсюда у нас следует, что сила тока E2 умножить на сопротивление R2 равняется общая сила тока умножить на общее сопротивление. Позднее это выражение нам пригодится. Рассмотрим общее сопротивление цепи. Сопротивление R1, R2 и сопротивление R3 подключены параллельно. Отсюда следует, что общее сопротивление мы будем вычислять по параллельному соединению. То есть 1 деленное на R общее равняется 1 деленное на сопротивление R1 плюс 1 деленное на сопротивление R2 и плюс 1 деленное на сопротивление R3. Преобразуем. Тогда у нас получается, что 1 на общее сопротивление будет равняться сопротивление R2 умножить на сопротивление R3 плюс сопротивление R1 умножить на сопротивление R3 и плюс сопротивление R1 умножить на сопротивление R2. Знаменатель R1, R2 и R3. Выразим отсюда общее сопротивление. Общее сопротивление будет равняться числитель сопротивления 1 умножить на сопротивление 2 и умножить на сопротивление 3. Знаменатель R2 умножить на R3 плюс R1 умножить на R3 и плюс R1 умножить на R2. Подставим наше общее сопротивление в выражение со звездочкой. Тогда у нас получается, что сила тока И2 умножить на сопротивление 2 будет равняться Сила тока И умножить на общее сопротивление Это R1 умножить на R2 умножить на R3 Знаменатель R2, R3 плюс R1, R3 и плюс R1, R2 Разделим все наше выражение на сопротивление R2, так как оно содержится и в правой части и в левой части После деления у нас получается, что сила тока И2 равняется Сила тока И умножить на сопротивление R1 умножить на сопротивление R3 Знаменатель Сопротивление 2 умножить на сопротивление 3 Плюс сопротивление 1 умножить на сопротивление 3 Плюс сопротивление 1 умножить на сопротивление 2 Избавимся от знаменателей Тогда у нас получается Сила тока И2 умножить на сопротивление R2 и умножить на сопротивление R3 Плюс сила тока И2 умножить на сопротивление 1 умножить на сопротивление 3 плюс сила тока 2 умножить на сопротивление 1 и умножить на сопротивление 2. Все это равняется общей силой тока И умножить на сопротивление R1 умножить на сопротивление R3. Преобразуем получившееся выражение. Перенесем слагаемое содержащее умножитель сопротивления R3 вправо, а все остальное оставим слева. Тогда у нас получается сила тока И2 умножить на сопротивление R1 умножить на сопротивление R2 равняется общая сила тока умножить на сопротивление R1 умножить на сопротивление R3 минус сила тока И2 умножить на сопротивление 2 умножить на сопротивление 3 минус сила тока И2 умножить на сопротивление 1 и умножить на сопротивление 3. Вынесем общий множитель в правой части сопротивления R3 Тогда у нас получается сопротивление R3 умножить на скобку От первого остается И умножить на сопротивление R1 От второго остается минус И2 умножить на сопротивление R2 И от третьего остается сила тока И2 умножить на сопротивление R1 И все это равняется И2 умножить на сопротивление R1 умножить на сопротивление R2 Выразим отсюда сопротивление R3 Сопротивление R3 будет равняться Сила тока E2 умножена на сопротивление R1 и умножена на сопротивление R2 Знаменатель Сила тока E на сопротивление R1 Минус сила тока E2 на сопротивление 2 И минус сила тока E2 умножена на сопротивление R1 Подставим сюда наше значение и найдем результат. Тогда сопротивление R3 будет равняться. Посчитав, получаем, что сопротивление R3 равняется 3у. Запишем ответ. Сопротивление 3 равняется 3у. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.